Продолжаем выпуск. В Саране нашли виновного в скандале вокруг арендного жилья. Как мы уже рассказывали, спустя два года после новоселья молодые семьи обязали доплатить за квартиры. В среднем по 2 миллиона тенге. После выхода нашего сюжета выяснилось, что жильцы никому не должны. А считаем, прислали по ошибке. Кто ее допустил? Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Конфликт исчерпан, виновные найдены. В Акимате Саране уверяют, что причиной многомиллионного недоразумения стала спешка. Одна из госслужащих, не разобравшись, предъявила жильцам дома, построенного по госпрограмме, новый счет. А зачем мы это показывали? Для чего это показывали? Новоселы успели прожить в новых квартирах два года, когда чиновники сообщили им, что условия ранее заключенного договора поменялись. И теперь вместо 3,5 миллионов тенге за выкуп квартиры им придется выплатить больше 5 миллионов. Если они не согласны с новой ценой, имеют право отказаться от квартиры и выселиться. Люди забили тревогу. Квартиры со множеством строительных недоделок в непрестижном районе Саране не стоят таких денег, жаловались молодые семьи. По такой сейчас стоимости, о которой они говорят, можно купить в центре города отличную квартиру с ремонтом. Все, без всех этих проблем, без плесени. Госслужащая, создавшая эту ситуацию, наказание не понесет, так как буквально вчера вышла на пенсию. Что касается расчетов, которые она предъявила, это реальная себестоимость строительства. Такое случается, что при окончании строительства цена за квадрат оказывается выше заявленной. Но согласно постановлению правительства молодых семей это касаться не должно. Жилье может составлять 103, согласно сметы, может составлять даже 160 кунги. Сейчас оно даже будет составлять дороже. Но правительство со своих арендаторов забирает только 80 тысяч за квадратный метр. Разница, составляющая между себестоимостью и стоимостью по вот этим договорам Жилстро-Сбербанка, государство взяло уже на себя. Молодые семьи просят местной власти предоставить им письменное подтверждение, что цена жилья точно меняться не будет. Им предстоит еще 23 года расплачиваться за арендное жилье. Они людей заблуждения вели, люди целую неделю не спали, можно сказать, разница такая. У всех маленьких детям, возможно, кто-то действительно моральную травму за это получил. Это же не три копейки. Что-то дальше делать будете? Я не знаю, но изначально надо письменно обратиться, чтобы они дали письменный ответ. Сейчас сама руководитель отдела ЖКХ просит старшего по дому составить жалобу с перечислением всех строительных недоделок. По ее словам, только на основании такого документа чиновники смогут подать иск в суд на застройщика и заставить его исправить брак.